Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите Завтрак в городе Чее. С вами я, Олеся Стародук. Сегодня приготовим вкусную праздничную закуску. Она идеально подойдет и для завтрака. Для такой закуски нам потребуются обычные тарталетки. Вы можете выбирать салатные. Желательно, чтобы они были побольше, не икорные. Далее нам потребуется небольшое количество курицы. Сегодня курица у меня приготовленная на гриле. Также можно использовать отварную курицу. К курице также я буду добавлять сыр. Сыр твердый, можно взять российский. Добавлю небольшое количество мака. Немного майонеза, соль, перец по вкусу. Ну а мак, например, если вы предпочитаете сочетать, например, курицу с орехами, то можете взять грецкий орех или миндаль, или фундук. Но вот у меня такой очень необычный вариант. Вы должны попробовать. Для начала я возьму какую-нибудь глубокую посуду, наверное, даже чуть-чуть побольше, и приготовлю начинку для наших тарталеток. Далее. Для тарталеток, для наших, будет еще и такое очень необычное украшение. Я сейчас курицу нарежу на кусочки. Это можно сделать ножом. Можно, в принципе, помельче, так, чтобы в тарталетке не попадались крупные куски, чтобы они не торчали, чтобы все это было красиво. И по поводу украшения, о котором я сказала 2 минуты назад, украшать будем необычным способом тоже, хотя, может быть, вы раньше уже так делали. Будем украшать огурцом. Здесь уже майонез с курицей. Далее добавляю мак. Теперь займусь сыром. Сыр можно натереть на терке, чтобы сократить время. Можно также нарезать кубиком, как и курицу. В принципе, здесь выбирайте вариант, который вам больше подходит. Если вы любите это делать вручную, то, пожалуйста, нарезайте. Мне кажется, что вот такой вариант прекрасно подойдет для того, чтобы сократить время. Или если, например, ваши гости на пороге, то вы приготовите буквально за несколько минут. Все. В принципе, здесь все готово. Если хотите, можете добавить еще немного майонеза или же сметаны. Я предпочитаю не добавлять много майонеза, потому что стараюсь его, в принципе, сократить. Ну, такая достаточно липкая, клейкая масса должна получиться. По поводу соли и перца. Здесь соленый сыр. Курицу, когда я готовила, тоже подсаливала, поэтому мне кажется, что вполне достаточно. Если вам хочется еще немножко подсолить, вы, пожалуйста, подсолите. Тем более, если сыр вы используете, например, не соленый, домашний. И вот чуть-чуть я добавлю молотого перца. Просто для аромата. Сюда же прекрасно подойдет и небольшое количество чеснока. Если, например, вы любите сочетание курицы, чеснока, сыра и чеснока, я хочу сказать, что здесь он будет очень уместен. Но выбирайте сами, нужен вам чеснок утром или нет. Сегодня приготовим без чеснока. Начинка готова. И дальше я приступаю к украшению. Возьму огурец. Возьму огурец такой подлиннее, побольше, для того, чтобы наше украшение состоялось, чтобы получилось. Нарезаю слайсы. Стараюсь нарезать их тоненько и осторожно. Длинные слайсы. Вот такой вот экономочкой. Обратите внимание, ножом, наверное, это будет сделать сложно, потому что мы будем формировать из этих лент елочки. Но отставим пока в сторонку. Заполним сейчас тарталетки. Сколько у меня ленточек? Один, два, три, четыре. Ну, хорошо. Четыре тарталетки. Они у меня не очень большие. Это салатные тарталетки. Поэтому, смотрите, выбирайте, чтобы они были не сладкие. Наполняю. Посмотрите, во-первых, это достаточно полезно. Да, если, например, майонез заменить полностью на натуральный йогурт или на сметану, то здесь абсолютно ничего вредного нет. Курицу можно отварить. Хотя готовила я на сковородке гриль без добавки масла, без жарки. Все это очень полезно, натурально. И приступаем к украшению. Сейчас из огурца просто стараемся сделать елочку, свернув эту ленточку вот таким образом. Для этого нам потребуется зубочистка. Прокалываем. И... Вуаля! Елка. Я думаю, что такой завтрак понравится и деткам, и взрослых. Можно удивить. Следующий. Так, вот здесь поуже. Возьмем кончик елочки должен быть поуже, а основание пошире. Если вы порежете слайсы ножом, вероятно, они получатся толще, чем следует, и елку будет очень сложно сформировать, ломтики начнут ломаться, поэтому предпочтительнее, конечно, использовать вот такой вариант. И еще две. Это делается очень быстро. И заметьте, никаких дорогих продуктов, все из легко доступного того, что есть у вас всегда дома. Сверху, если уж совсем разойтись и приготовить, например, можно вырезать из морковки звездочку, кусочек. Это будет очень красиво, интересно. Ну, мы обойдемся елками, а вот в качестве макушечки можно взять ягодки граната и надеть сверху. Блюдо готово. Можно подавать. Я думаю, что такое блюдо подойдет не только для завтрака, но и для праздничного стола. Отправляйтесь на кухню, готовьте. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова